С вами Моника Гибсон в выпуске экономического календаря Дукаскопии. Давайте узнаем, какие новости нас ожидают в пятницу 23 января. Предварительные показатели индексов менеджеров по закупкам еврозоны за январь будут оглашены утром. Первый из них по Франции в 8 утра. Через 30 минут станет известен индекс Германии, индекс еврозоны будет опубликован в 9. Вырос производственный индекс Германии в декабре, а вот сектор услуг улучшил свои показатели как в Германии, так и во Франции. Данные по розничным продажам Британии за декабрь мы узнаем в 9.30. Объем ноября положительно удивил. Можно сделать вывод, что низкий уровень инфляции простимулировал потребительские расходы. Часть 30 дня по Гринвичу станет известен Чикагский индекс национальной активности за декабрь. Он вырос в ноябре и теперь на самой высокой отметке за 5 лет. Две новости касательно экономики Канады станут известны в это же время, включая индекс потребительских цен за декабрь. Годовая инфляция замедлилась в ноябре, следуя примеру всего мира. Основной причины стало падение цен на нефть. Цифры розничных продаж за ноябрь мы узнаем в это же время. Объем практически не изменился в октябре, поскольку сокращение продаж автомобилей и топлива было покрыто увеличением продаж в других секторах. Предварительная оценка производственного ПМА США за январь будет опубликована в 2.45. Индекс падал последние три месяца, хотя он все еще указывает на рост. В три дня мы узнаем две новости касательно экономики США за декабрь, включая опережающий индекс. Он несколько вырос за последние три месяца. Цифры продаж жилой недвижимости упали ниже 5 миллионов в ноябре. Это первый раз за пять месяцев. На этом завершается экономический календарь пятницы. Завтра мы ознакомим вас со сводкой новостей на понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова